Преподаватели школы дизайнеров Тани Мисютина и Рома Бунин просили передать, что их дистанционный курс визуализации данных начнется 7 июля. Рома и Таня преподают в школе дизайнеров. Кроме того, Таня руководитель лаборатории данных, а Рома — BI-евангелист Яндекс.Облако и автор канала Reveal the Data. На курсе Таня и Рома учат делать кайфовые информативные визуализации, как в лаборатории данных, систематизируют имеющиеся участников знаний и опыт и закрепляют новые навыки с помощью BI-инструмента табло. Вообще, представление сложной информации для удобного восприятия и анализа — это традиционный конюнг нашего бюро. И курс Тани — единственный, в котором я уверен и который готов рекомендовать. Таня разработала и делится пошаговым алгоритмом создания визуализации, который помогает дизайнеру визуализации постепенно понять и проявить природу данных. Каждую неделю участники получают доступ к видеолекциям в учебном кабинете для самостоятельного изучения, а на практическом занятии закрепляют теорию недели на специально подобранных занятиях, заданиях, точнее, и разбирают их с преподавателями. Курс будет полезен аналитикам бизнеса, маркетинга и продуктов, разработчикам дашбордов и BI-отчетности, дизайнерам инфографики, информационно нагруженных интерфейсов, руководителям, преподавателям. Курс подойдет и начинающим работать с данными, и людям с опытом, всем, короче, кто интересуется представлением информации и визуализацией количественных и качественных данных. При ранней записи на курс можно сэкономить. До среды 7 июня стоимость ниже на 30%, позднее участие станет дороже. Чтобы записаться, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Самый лучший кадр этого вечера и... D2X АГ, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы набираете людей на курс. Предположим, что курс идет определенное количество месяцев. Группа собралась, допустим, 15 человек. Как сделать так, если несколько человек на первых порах или в дальнейшем отваливаются по каким-то причинам, то для компании этот курс не оставался убыточным. Какие есть варианты решения данной проблемы? Д2X тут, конечно же, нифига не понятно. Ни какой курс, ни в каком формате, ни чего-то еще. Но, естественно, порассуждать всегда любо дорого. Давайте начнем, собственно, с того, что формально определим, какие есть направления для решения этой задачи. Понятное дело, что тут как со скоростью, временем и расстоянием. Тут точно так же. Как сделать так, чтобы курс не становился убыточным из-за этого. То есть три направления. Либо нужно сделать так, чтобы курс больше зарабатывал. Либо нужно сделать так, чтобы он меньше тратил. Либо нужно сделать так, чтобы у вас, собственно, ученики не отваливались. То есть, чтобы их отваливалось меньше. Чтобы эта рентабельность сохранялась. Соответственно, дальше я предлагаю, на самом деле, всем зрителям предложить свои решения по этим трем направлениям. Но я просто приведу какие-то примеры из головы. Конечно, они будут в сильном вакууме, потому что ничего не понятно, какой курс и так далее. Как увеличить доходы? Ну, самое простое – поднять цены. Конечно же, может оказаться, что на ваш курс меньше людей приходит. Но кто знает. Мы не знаем. Про этот курс возможно, что повышение цен никак не скажется на количество людей, которые на него приходят. И прекрасно. Следующий вариант. Например, можно подумать о том, чтобы больше зарабатывать с тех людей, которые остаются у вас на курсе. То есть, повышать, так сказать, чек. И, соответственно, вы можете какие-то придумать дополнительные продукты. Возможно, более интересные, чем у вас. Какой-то базовый продукт. Какие-то более эксклюзивные, которые, собственно, например, они могут быть сильно дороже, если просто прийти с улицы. А если ты уже начал учиться на вашем курсе, можно их, например, предлагать более каким-то выгодным образом. Вот. Как снизить расходы? Ну, опять же, непонятно совершенно, что у вас за курс, как он устроен и на что, собственно, у вас идут расходы. То есть, может быть, это какой-то курс в каком-то помещении. Да, и его ведут какие-то преподаватели. То есть, может быть, зарплата, аренда. Соответственно, может быть, снизить расходы можно за счет того, чтобы этот оффлайновый курс перевести в онлайн и не платить за аренду. А может быть, если у вас какой-то супердорогой преподаватель, может быть, надо поменять немножко формат курса, чтобы участие преподавателя немножко сократилось. Чтобы, может быть, появилось какое-то облако обученных сертифицированных ребят, которые по каким-то чек-листам проверяют задания. То есть, переформатировать курс. Это такое направление мысли. Ну, и третье, собственно, как сделать так, чтобы меньше людей отваливались. Это, конечно же, сделать курс интереснее, его более вовлекательным. И придумать какую-то, возможно, систему мотивации. Собственно, как, например, в нашей школе, да, то есть, у нас есть система рейтингов, тестов и так далее, которая, собственно, мотивирует людей идти до конца и, собственно, совершение совершать. Еще раз приглашаю зрителей своими вариантами решений поделиться в комментариях. Дарья Чуранова. Привет. Привет. Я работаю в небольшой студии единственным дизайнером в проекте на полной удаленке. Полной удаленке. Работаю почти два месяца и за это время так и не начала чувствовать себя частью команды. Работаю в паре с менеджером. Он ставит задачи в основном в переписке. Иногда созваниваемся для обсуждения. Но я не получаю обратной связи о своей работе. Коллеги не общительные. Я будто работаю абсолютно одна. Как выстроить коммуникацию с коллегами и втянуть их хотя бы в обсуждение проекта, учитывая, что мы никогда не встретимся в живую? Дарья, здесь, конечно, такая проблема может существовать. Тем более, что если часть людей действительно, большая часть работает в офисе, а вы работаете удаленно, конечно же, вы будете всегда и непременно немножко на ошибе себя чувствовать. Мы работаем, естественно, удаленно сто лет. И, конечно же, действительно в этом плане в бюро в основном собрались ребята, что называется, более-менее самодостаточные, которые вполне способны прожить без того, чтобы, не знаю, сбиваться в какие-то стайки, кучки и так далее. И в целом они нужны только сами себе, их семья и так далее. При этом, конечно же, это не отменяет общение в принципе. Потому что, естественно, да, основное, конечно, взаимодействие происходит в рамках проекта, в рамках задачи. То есть, если дизайнер, он взаимодействует с арт-директором, это самая, естественно, активная история, где, собственно, происходит и рост, и общение и так далее. При этом, естественно, именно если устроена команда удаленно, в ней, конечно, смогут быть специальные инструменты, какие-то регулярные встречи, как по работе, так и не по работе, которые мотивируют, так сказать, общение. Но в вашем случае нужно понять. Если, например, вы не единственный сотрудник, собственно, кто работает удаленно, вам надо, видимо, создать свою какую-то шайку, свое какое-то лобби и, собственно, сорганизоваться и предложить, собственно, сказать о проблеме, что нам без вас скучно и плохо, мы хотим быть частью команды, давайте, не знаю, хотя бы раз или два в месяц собираться просто для каких-то совместных семинаров, вебинаров или еще чего-то. Ну вот. Соответственно, если что-то такое ввести и предложение поддерживать, то, конечно, оно случится. Ну а так, с другой стороны, просто там кого-то умолять с вами поговорить, наверное, смысла большого нет. То есть, естественно, так или иначе, если существует как бы повод пообщаться и какая-то причина для этого, то общение произойдет. Если его нет, ну, видимо, так и придется тухнуть в одиночестве. Анна Сажина. Добрый день. Добрый день. Подскажите, насколько сильно команды в бюро следят за экономикой клиентских проектов? Завязаны ли проект-менеджеры на попадание в первичные прогнозы по часам-деньгам для роста погрейда внутри направления менеджеров? В агентстве стало замечать, что за сходимостью и доходностью иногда начинаем жертвовать качеством и пользой ради сдачи проекта с дотошными клиентами. Анна. Это что-то совершенно не набережным. Я почти даже ничего не понял, о чем вы спрашиваете и говорите. А если, конечно, порассуждать о рентабельности и так далее, конечно же, факт жизни в том, что проекты, которые делает коммерческая организация, должны быть рентабельными. Но как этого достичь? Конечно же, наверное, можно изобретать какие-то адские метрики, за которыми следить постоянно, какие-то считать часы, какие-то устраивать KPI для менеджеров, которые попадают в какую-то сходимость по своим каким-то прогнозам и так далее и тому подобное. Но насколько это все будет адекватно соответствовать реальности, или это просто будет какая-то картина, нарисованная в Excel, никто не знает. Потому что все равно этот всякий учет рабочего времени, часов и так далее, это всегда, на мой взгляд, полный обман. Как и клиенты, так и исполнители все друг друга обманывают и обманываться рады. Мне это не нравилось, потому что это какие-то сплошные накладные расходы, которые на самом деле при этом ничего хорошего не дают. Поэтому я считаю, что нужно просто таким образом ввести проект, и так, в принципе, такие правила игры устраивать, чтобы они, в принципе, не могли быть убыточными. Для этого что? Для этого нужно фиксировать сроки работы. То есть, если вы фиксируете сроки работы, то вы не будете работать больше, чем нужно, над любым проектом, над любой проектной итерацией. Соответственно, вся ваша ориентабельность будет сходиться к тому, закрыто ли ваше время работы вашей студии колбасками этих итераций, или не закрыто. И, естественно, какое количество вот этих параллельных колбасок у вас должно быть, для того, чтобы студия, собственно, выживала. И ровно таким образом тогда единственный KPI – это просто сколько ты продал, и на какой срок, собственно, проектных итераций. И вот примерно так мы сами и считаем, и не паримся какими-то вот этими расчетами. И сама по себе история, то, что там что-то куда-то может уплыть, какой-то проект, это, в принципе, на мой взгляд, просто неправильное, недостаточно рачительное отношение к работе. Вот. А хороший и дотошный дизайн можно, конечно же, делать и в ограниченные сроки, с помощью чего FFF. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить пользователю Z2X и в качестве приза предложить персональную скидку 40% на лекции «Разрешение конфликтов в дизайне». Это мои лекции. Уважаемый Z2X, если вы хотите получить этот приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А остальных я призываю задавать вопросы и побольше, чтобы нам было о чем поговорить и встретиться. Вопросы можно задать как здесь в комментариях, так и на сайте бюро по ссылке на экране. Ну ладно, сделаю какую-нибудь фигню. Сверхдорогие какие-то квартиры и интерьеры, недостижимые обычному человеку даже среднего класса. Ваш выбор совершенно предельно прост. Потому что зачастую мозговой штурм очень сильно помогает. Компромиссик где-то закрадется, не страшно. И получается какое-то вообще беспринципное и серое говно. Говно.